Вот о деньгах и поговорим. Так сказать, первая тема. Отбей тему денег. Стар перцы шоу. Лайф из студии. Валс, ени мумэ. Диэнэста, вид. Так, это вид. А почему, знаете, вид? Думаете, что это сокращение? Вид это от слова видим все. Да, вид. Это всевидящее око. Это, прости, это то, что на долларах. Вот это вот, доляры. Оттуда око это, да? Или это? Нет, там же масонское, по-моему, око у них. Здравствуйте, Юрий, вы нам что-то пишете тоже. Да, сейчас это мы пообсуждаем, это понятно. Но сначала деньги нужны, чтобы женщин призывать в армию. Женщины бесплатно не будут служить, поверьте мне. А женщина вообще что-то бесплатно делает? Ну, почему? А нет, по любви это еще дороже. Нет, это потом. Любовь придумали русские. Нет, там другое есть. Да, легче заплатить, чем любовь. Потом на всю жизнь рассчитаешься. Так вот, значит, служба госдоходов, так будем называть ее, начнет рассылку в сентябре. Так. Для 70 тысяч физических лиц предложили им пересмотреть свои декларированные расходы. То есть, как бы они пошукали, посмотрели, я не знаю, банкомат еще не проверяли. Слушайте, что-то на счету так, вы там потратили столько, написали, что заработали столько. Но только тех, тебе это не касается, меня тоже, кто потратил больше сверх 20 тысяч евро. Оказывается, мы хороши чем. Ну, как, например, ты заработал там... Сверх задекларированные суммы, ты потратил еще 150. А деньги где ЗИН? Да, вот так вот, знаешь. Но оказалось, что я уже 20 тысяч ему замутился, было ничего себе. Но 20 тысяч больше физическое лицо, это одно. Да, женщины другие. У них каждая свои же деньги дарает сейчас, да? Ну. Ну, дай помечтать. Ну, 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 ну. Так вот, значит, это такое. Но оказывается, есть такие 5575 человек, разница превышает 100 тысяч. То есть... Ты там? Ты там? Ты в этих... Ты хоть прочитать дай. То есть, понимаешь, ты заработал, Эдмонд, дай будем честно. Ты заработал за год там, грубо говоря, 30 тысяч. А потратил 130 тысяч. Даже 130... Гриша, никто не отменял бабушек, дедушек, отцов и матерей, которые оставили в чулке деньги. Я помню эту историю. Помнишь, кто это был? Камперс был. Который в тумбочке, из тумбочки. Да, в тумбочке, да-да-да. Но самое смешное, я помню, что один попался тот, он сказал, что бабушка ему еще в 67-м году завещала евро. Да. Там полтора миллиона. Да. А потом вдруг оказалось, что евро не было. Но он исправился. Он сказал, доллар, извините, ошибся. Да. Ага. Да. Были такие, которые сказали, что в латах. Подожди, в 67-м году, ну да, евро еще не было. Ну, в латах, понимаешь, дурак. Не, чтобы сказать, что латы были серебряные. Пяти латовые, да. А если пяти латовики перевести, го-го-го. Да, это, конечно. Но они имеют еще ценность, так сказать. Вот именно не цену, а ценность имеют эти деньги, от которых мы так легко отказались. Не будем на эту тему. Но оказывается, тут есть люди, которые вот могут себе на 100 тысяч больше потратить. И служба намекает. Мы, конечно, рады, что вы тратить можете больше. Не могли бы вы сказать, где вы берете деньги? Эдмуд уже подсказал. У бабушки, с тумбочки, что хотите. Не, ну а что, действительно, я вот менял мебель, скажем, открыл матрас, а там... Вау! Что, удивительно, мебель купил в Икеа. А тут как раз полтора лимона долларов. В Икеа купил. Хороший матрас купил, недорогой, за 400 евро. Почему в Икеа свой старый хотел купить? А, я думаю... Новый, и свой старый выкинуть. Открываю, и вот эти полтора миллиона долларов. Выгодно, это, говоришь, финны, то есть шведы что-то напутали. Извините, деньги не мои, да. Не каждому так повезет, что он может, скажем так, взять вексель за продажу фабрики Лайма. Да, это так, как не каждому так повезет. Еще говоришь, это я еще покупал тогда, когда Лайбериги делали, да, матрасы, представляете? И что самое интересное, вы подумайте, я покупал в 72-м году, а там евро лежат, свежеотпечатаны. Как так может быть? Понимаешь? А ты задаешь уже следующий вопрос, а свежего захода говорит, даже не знаем, что сказать. Ну, тогда не спрашивайте. Да, ну, чего спрашивайте? Не умеешь спросить, молчи. Да, вот это вот, да. Не знаешь ответ, чего спрашивать, говорил мой дед, да. Да, все, отбей деньги, давай поговорим. Деньги все? А что, тебе мало 130 тысяч? Не, мне интересно. Ты жди. Мне интересно, ты в какой кучке? Нет, так я, честно говоря, да, в какой кучке? Ты в какой кучке, ты туда, куда придет, оповещение или куда не придет? Вообще тебя не интересуешься, если ты вдруг заработал 30 тысяч, а потратил 35 тысяч. Поэтому ты за пяти тысяч, никто не будет марать бумагу тебе письмо присылать. Боже мой, тут люди по 100 тысяч тратят. Да, пролетел ты. Хорошо, все, я отбиваю, я отбиваю, поскольку мы в эту категорию не попадаем. Да и слава богу, пока. Меньше общения с Ильей. Стар перцы шоу. Лайф из студии.